Дмитрий Аграновский Дмитрий Анатольевич, профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук. Адилова Людмила Федоровна, профессор кафедры политической социологии РГГУ, доктор политических наук. Юрин Ков Юрий Николаевич, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова. И Перенежиев Александр Николаевич, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова. Юрий Анатольевич, ну вот в свете несостоявшегося визита Путина во Францию и вообще всех разговоров вокруг нас, как вам кажется, ожидать ли нам нового витка санкций, которыми нам так грозят? Юрий Анатольевич, на самом деле, мне кажется, так немножко нагнетается больше обстановка, потому что даже вот по тем сведениям, которые есть, это санкции немножко другого свойства. Это персональные санкции против отдельных госчиновников. Это не тот уровень санкций, который мы сегодня имеем. Это скорее политические санкции, чем экономические, если они будут. Это еще, кстати, под большим вопросом. Понимаете? То есть это скорее выяснение политических отношений. И ситуация заключается в том, что как бы вот те страны, особенно европейские страны, Соединенные Штаты, у них возникает необходимость отреагировать на ситуацию в Сирии. Это санкции совершенно как бы из другой политической конструкции. Людмила Федоровна, ну а не кажется ли вам, что нет, все-таки это более глобальное явление, чем санкции против отдельных политических лиц? Видно, что Запад всерьез обеспокоен тем, что ему не удается привести Россию к некоему знаменателю. Все, в общем-то, складывается пока по-нашему. И судя по разговорам, как раз планируются санкции общего характера и достаточно серьезные. Я вот считаю, что вот сами санкции, и вот как вы сказали, привести Россию к определенному знаменателю невозможны. Сами санкции не поменяют внутреннее наше положение и отношение наше к власти, отношение людей в социуме. Потому что происходит мобилизация, внутренняя мобилизация за счет внешней угрозы. Нашу страну всегда внешняя угроза максимально мобилизовала. И вот мы можем спорить по поводу того, что нам дали санкции, но есть и положительные моменты. У нас средний класс появился, появился собственный производитель. Вот я сама как раз была в Краснодарском крае, я видела реакцию наших производителей. Это был просто триумф того, когда ввели вот эти санкции. Я не поняла, почему, по поводу чего они так празднуют и радуются. Но у них появился какой-то более такой оптимальный коридор возможностей. И мы увидели наши продукты питания, мы увидели министром сельского хозяйства Ткачева, кстати, неплохое было назначение. Хотя спорные там сейчас есть определенные моменты, но он как эффективный менеджер, он может вывести сельское хозяйство и определить те новые направления, которые были как бы у нас не замечены. И то, что касается вот имиджа России, здесь, конечно, сами санкции, они связаны с тем, что наш имидж очень сильно разрушен. И нас загоняют в нишу страны-изгоя. Мы, кстати, об этом в полный рост еще поговорим. Но я хотел вот о чем спросить. Не кажется ли вам, что действительно те санкции, которые были введены, они или не подействовали, вот я как обыватель их не чувствую, или подействовали обратно, и поэтому будут применены какие-то новые, другого характера, которые уже должны подействовать? Ну, видите, там тоже действуют определенные шаблоны. Вот этот шаблон включен, и они по этому шаблону и меряют Россию, и отслеживают примерную реакцию, которая должна произойти. Правящий класс, люди, которые принимают политико-управленческие решения, у которых капитал, у которых бизнес связан с международными различного рода корпорациями, проектами и так далее, которые ориентированы на зарубежную медицину, у которых дети учатся за рубежом, они, может быть, и пострадали. А для обывателя, напротив, это возможность для того, чтобы мобилизоваться внутри собственной страны, найти собственные ресурсы. И если вот импортозамещение было бы не на словах и в декларациях нашего правительства, а реальные были проекты по импортозамещению, мы бы вышли на те вот форматы, которые у нас, в принципе, всегда существовали. В рамках того же Советского Союза. Юрий Николаевич, вот я читал тут подборку на ино-СМИ. Тут интересно читать подборку, когда несколько средств массовой информации подряд. И они говорят, агрессия России в Крыму, агрессия России в Сирии, агрессия России на Украине, на Донбассе. Но когда читаешь это все вместе, видно, что дело не в агрессии в конкретной точке, да и вообще не в агрессии, а в том, что они, ну, какое-то очень серьезное противоречие сейчас между Западом и Россией. И не кажется ли вам, что если мы уйдем из Сирии, отдадим Крым, сдадимся на Донбассе, санкции не только не исчезнут, но и усилятся еще многократно? Да, не только я так считаю, а как бы политика партии, что называется, на сегодняшний день. Это все понимают. И на самом деле, вот предыдущие авторы уже говорили здесь, но упустили один момент. 80 ведущих корпораций, против которых были объявлены санкции по экспорту, по реэкспорту и так далее, и по движению внутри. Это ведущие корпорации нашей страны. Последние две корпорации на прошлой неделе санкции были объявлены. Это микроэлектроника. То есть вот вы говорите, мне, обывателю, незаметно. Но вообще-то, как бы, устройство компьютера для вас, оно так скрыто там корпусом. Что там внутри? Как был китайский, так китайский остался. Это так кажется. Но на самом деле самолеты летают наши, самолеты должны летать на нашей микроэлектронике. Но я так добавлю, что современный истребитель несет 30 килограммов драгметаллов. Уж сколько там он несет ноу-хау, это просто... И это все должно быть нашим. А было очень много не нашего. И президент вообще-то сказал, отметил, что именно отключение нас от новых технологий нанесло нам наибольший удар. И в этом плане, если у вас есть новые технологии, вы делаете новый шаг на новом уровне. А если у вас их нет, вы и будете ходить по кругу на том уровне, на котором остались. Пока вы за счет утренних ресурсов не подниметесь. Но не может одна страна держать фронт, как разработок в медицине, так и так далее. Глобализация. Мир связан с отканной с кооперационных связей. И это нужно учитывать. И когда из этой ткани вырывают нас, получается, что мы очень плохо нам. Александр Николаевич, но вот если взять 1991 год, то тогда были технологии в Советском Союзе, были технологии в Соединенных Штатах. Посередине почти ничего не было. Сейчас ситуация очень размытая. И хорошо, вот нам Запад объявил санкции, но к этим странам присоединилось, в общем, достаточно мало других стран. Есть множество стран, которые к санкциям не присоединились. А мы можем переключить свою промышленность, свою электронику, ну, без импортозамещения, на что-то другое. На Китай, на Индию. Дружить с теми, кто хочет дружить с нами. Или нам все-таки обязательно надо каким-то образом вернуться в орбиту Соединенных Штатов. Но в любом случае нам придется искать себе партнеров, которые альтернативны Западу. И здесь ведь речь не идет о санкциях, как, ну, некое, знаете, как может представляться, что нас якобы там к чему-то принуждают. И мы вот что-то там выполним, и санкции отменят. Нет, здесь надо понимать, что против России ведется санкционная война, которая является частью вот этой так называемой гибридной войны, которая сейчас... То есть здесь комплекс, есть и санкции, есть и информационно-психологическое воздействие, есть и другие вопросы. То есть фактически речь идет о войне против России. В России объявлена война. А санкции это элемент. Тем более, я хотел бы вам сказать, что санкции, дело в том, что вводятся не потому, что там... Они представляют как бы постоянно, что якобы есть повод для введения санкций. Не в этом проблема. Проблема в том, что есть график введения санкций со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении России. То есть, обратите внимание, речь идет о том, чтобы сразу все взять и ввести санкции, на этом вопрос закрыть. Сразу. Введите и все, чтобы мы знали. Нет, идет такое, знаете, поэтапное. Это тоже, как бы, с одной стороны, санкции, это тоже элемент одновременно не только экономической войны, но и той же информационно-психологической войны. То есть, как бы, нам показывают, что все время вводятся санкции в связи с какими-то вот, ну, якобы нашими провинностями. Так бы я, наверное, назвал. Но эти провинности, как на выходе, потом выясняется, являются следствием провокаций, которые проводят, опять же, со стороны, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Мы просто защищаемся. Но для того, чтобы нам защищаться, да, нам надо сейчас искать, безусловно, союзников, где, в каких условиях, возможно. Но, и понимаете, когда санкции эти вводились, это в полной уверенности со стороны Запада, что Россию, они явно развалят и поставят на колени, как раз вот лишая вот этих наших технологий. Потому что говорят, где они возьмут технологии? На Востоке их нет. Только все технологии на Западе. Ведь именно так и вопрос поставил. Но это правда? Вы знаете, частично это, конечно, правда. Я с этим соглашусь. Но, в любом случае, это вызов, с которым должна Россия справиться. Она обязана справиться с этим вызовом. Если она не справляется, она не выживает, как страна. И, конечно же, мы должны говорить не только о том, что у себя в стране мы решаем эффективно вопрос импортозамещения. Мы действительно находим партнеров. Да, там обсуждается вопрос и Индия, там, опять же, Китай. Возможно, это будет и Иран, скажем. Понятно, что это не слишком технологически развитые государства. Но, скорее всего, мы будем работать в том направлении, что они тоже, кстати, пытаются, так сказать, разрабатывать свои альтернативные технологии. И у них тоже есть свои ресурсы. Они тоже в одном шаге от санкций. Юрий Анатольевич, Владимир Владимирович меня немножко удивил тем, что он сказал, открыто сказал, что санкции отрицательно влияют. Вот, на мой взгляд, они влияют только положительно. Мы действительно видим импортозамещение, видим прорыв сейчас в сельском хозяйстве, видим прорыв на целом ряде отраслей, видим, что государство наше вынуждено искать себе других друзей, диверсифицироваться. А что вообще плохого в санкциях? Вот я никак не ощущаю хотя бы какой-то вред от санкций. Морально-психологический климат в стране просто невероятно улучшился от этого. Когда вводились санкции европейцами и американцами, они вводились против наших производителей. Мы когда ввели контрсанкции, мы фактически ввели к санкции против своих граждан. А что, не надо было контрсанкции вводить? Они оказались совершенно неэффективны в этом смысле. Да, они потеряли какой-то процесс, их производители, но они нашли быстрее, чем мы в рынке сбыта. Пострадал наш потребитель, потому что он лишился целого ряда вещей, которые были. Но мы нашли поставщиков. Вместо финского масла теперь наше. Вы сравните эти масла. Я прошу прощения. Новогодская не хуже. Ну, это субъективно. Я никогда не любил финское масло, честно говоря. Вот я вам просто советую такой эксперимент провести. Вы просто видите большую разницу. А кроме масла, где еще санкции сказываются отрицательно? Огромно. Значит, смотрите. Тут абсолютно правильно. Президент, кстати, два года нам говорили, что санкции вообще не влияют. Это первый шаг, который меня действительно удивил в выступлении президента. Через два года публичное признание, что санкции сыграли роль. Ну, так, в общем, мягко говоря, не очень корректно себя вести. Второе. Президент действительно сказал, что в основном это вопрос технологический. Это не только технологические проблемы. Это, кстати, вот на том же форуме, где это прозвучало, там звучала и вторая очень важная составляющая. Но президент о ней не говорит, потому что, как бы, это, может быть, не его епархия. Понимаете, современная экономика не может развиваться без инвестиций. Вот не может. Нас отключили еще от инвестиционного рынка. Это огромнейшая проблема, которая возникает. Вот обратите внимание, что... Западного инвестиционного рынка. Вообще от мирового инвестиционного рынка. Там можно рассуждать, как он завязан в круговую, но фактически мы инвестиции не можем получить практически нигде. У нас была идея. Была идея, вот о чем говорили. Это попытаться взять инвестицию Китая. Там есть деньги. Надо сказать, что наш, так называемый, союзник Китая, он играет в свои игры. Конечно. И даже вот эта вся идея с транспортировкой нефти, китайцы, на самом деле, инвестиции под это не дали. Поэтому вот это вторая очень серьезная проблема. Экономика не может развиваться без инвестиций. Внутренних инвестиций у нас, извините, но очень мало, потому что экономика у нас падает сегодня. Мы в кризисе. У нас за последние 3-4 года мы с 8-го места по ВВП переместились сейчас на 13-е место. Ну, это тоже как посчитать. Нет, нет, это ВВП просто считается, считаются все. Тут есть спор по потребительской потребности. Нет, я говорю, чистое ВВП. Я знаю, о чем вы говорите. Мы с 8-го ушли на 13-е. Понимаете? У нас фактически мы вынуждены замораживать, накопить часть фонда. Почему мы с пенсией? Потому что нам надо искать где-то деньги внутри. Но самое главное, для того, чтобы выпадаться из этой ситуации, в экономическом смысле, политическом, все прекрасно понимают, что должна быть повышена покупательная способность граждан. Вот тогда еще можно, кстати, раскрутить этот механизм. Но у нас падает в денежном выражении. Она падает просто. И в этом проблема, мы не можем из этого как бы ТПК выйти. Ну, еще, кстати, еще один момент. Насчет того, что, так сказать, мобилизационная часть тоже пропагандистскую упала. Дело в том, что в мобилизационной части есть известный период, в течение которого она действительно, так сказать, поднимает поддержку власти. Но посмотрите просто вчерашние данные по поддержке уровней органов власти. Они все упали на 10-15%. Кроме президента. Тоже на 10% упала. Ну, в принципе, после таких выборов, в кавычках, неудивительно, что авторитет парламента упала. Мы можем рассуждать, но это вот цифры, которые просто говорили. Людмила Федоровна, ну вот о чем бы я хотел спросить. Вот если взять Советский Союз, он как-то находил инвестиции самостоятельно. У нас 25 лет, я считаю, действительно, очень успешно были проведены реформы. Мы действительно нашли свое место в мировом разделении труда. Мы строились в хвост Западу на правах сырьевого придатка. Это для многих было очень хорошо. Для кого-то это не было хорошо. Но очевидно, что так продолжаться не могло. Вот сейчас мы попытались из этого выйти. Нам объявили санкции. Но что мы должны делать? Мы должны вернуться или должны каким-то образом начать перестраивать свою экономику, чтобы меньше зависеть от Запада? Он сегодня хочет дать нам инвестиции, завтра не хочет. И скорее, послезавтра не захочет. Но здесь возможны вот альтернативы. Здесь совершенно правильно говорили, что мы искали возможности привлекать другие ресурсы, использовать новые модели, опираться еще на прошлый опыт. Для того, чтобы вот этот мобилизационный проект, когда происходит мобилизация нации за счет внутреннего объединения и внутренних ресурсов, он эффективен действительно в начальных этапах своего продвижения вот этого проекта. Потом здесь необходима еще и идеологическая составляющая. Во имя чего, допустим, мы будем проводить вот этот мобилизационный проект. То есть мы должны видеть, куда мы все вместе движемся. И мы должны преодолеть вот эти разрывы между бедными и богатыми. Потому что существует как бы две России. Россия бедных, Россия богатых. И пока мы не преодолеем вот эти разрывы, и пока власть не станет не только вот таким, и вхождение во власть таким верхушечным проектом, а когда будут открыты вот лифты для того, чтобы молодежь могла сделать карьеру, когда будут проходить действительно реальные конкурентные выборы, когда будут появляться новые люди, новые идеи, и заработает местное самоуправление. Вы знаете, если изнутри России выйти вовне, опять же вернуться к средствам массовой информации, если почитать их вот систематически, то мы видим явную попытку демонизировать Россию. Вот как только-только мы чуть-чуть начали отставить свои интересы, выяснилось, что мы агрессивные, кровожадные, и бог знает еще что. Возвращаются даже к терминологии Рейгана. То есть США, империя зла настоящая, называет нас империей зла. Мы там уничтожаем конвои, мы бомбим больницы. И это из газеты в газету. Вот почему это сейчас стало так жестко? Это они нас так видят? Или это пропагандистский какой-то заказ вот сейчас Россию демонизировать? Вы знаете, вот я почему и сказала, что с внутреннего проекта нужно. Мы можем решить свои собственные проблемы и изменить свое внешнее восприятие, только когда мы не просто какие-то сиюминутные пиар-акции будем проводить и глянец наводить на внешний образ России, когда мы внутренне изменимся, когда мы преодолеем совместно вот эти проблемы, которые существуют в нашем обществе, когда мы будем открыто о них говорить. Не круглые сутки состязаться в острословии и поносить нашу дружественную Украину, дружественный народ Украины. А когда на внутренних проблемах. А то, что касается демонизации России и того, что это идет целенаправленный проект, который вписан в гибридную вот эту войну. Идут информационные атаки, здесь отточенные технологии создания образа врага, занижение образа России. Здесь идут профессиональные такие удары по репутационному капиталу России. И здесь в целом комплексе создается вот такой негативный образ, на который можно сегодня нанизать любую информацию. Все, что не произойдет сегодня негативного в мире, во всем можно, значит, Россию могут. Почему? Потому что негативный образ, демонизированный образ врага России, страны изгоя третьего мира, Россия региональная держава, как ее назвали, здесь этот образ создан. И вот сегодня Россию могут не просто назначить, но создается вот такой фонд для того, чтобы проводить не только информационные атаки, а может быть и попробовать переступить к другой фазе операции, которая ведется в той же Сирии. Юрий Николаевич, чего добивается Запад вот такой жесткой конфронтацией с Россией? Ведь нам ставят условия, заведомо невыполнимые. Мы готовы вас простить, но вы для этого должны наложить на себя руки, отдать Крым, отдать Путина, еще что-то. То есть заведомо неприемлемые для России условия. На что они рассчитывают? Какие их цели? Две цели. Я вижу две цели. На мой взгляд. Во-первых, в современном, я уже продолжу свою логику, технологическом мире, вы можете добиться некоторых успехов. И вы выступаете, если вы добиваетесь успехов, а рынок един, вы начинаете теснить кого-то другого. Проще какими-то другими методами. Международные корпорации я не фантазирую. По отдельным позициям мы действительно занимаем лидирующие места. Международные корпорации не заинтересованы в том, чтобы у них были какие-то конкуренты. В первую очередь, это международные корпорации базируются в Соединенных Штатах. Поэтому делается все, чтобы вытеснить российский бизнес, американского бизнеса. Зачистить, в буквальном смысле зачистить. Чтобы общение, а вот теперь вторая часть, чтобы общение с русским бизнесом, оно заразно. Нельзя с ними дружить. Нельзя с ними. Они колятся, ну, в смысле, принимают допинги там и так далее. По всем позициям показывается, что русский это человек, который живет не по нашим, европейским, американским стандартам. Как они сказали, нарушает мировой порядок. Да. И поэтому, вот она и взаимосвязь. Начинается с бизнеса, потом упирается все в культуру. Александр Николаевич, но, тем не менее, вот да, действительно сейчас во внешней нашей политике присутствует большая доля патриотического пафоса, которым мы тоже с удовольствием проникаемся. Но иногда складывается впечатление все-таки, что это конфликт не какой-то межгосударственный, не конфликт идей, а конфликт некой олигархической группе американской, с олигархической группой русской, русской, и которая действительно делит какие-то ресурсы, прикрываясь патриотизмом с одной стороны и с другой стороны, национальными интересами. Вот здесь вы попали в точку. Действительно, вся санкционная война или гибридная война ставит свою задачу захват ресурсов, которые находятся в России. И в особенности речь уже идет даже не о Сибири и Дальнем Востоке, хотя и о них тоже. Вот. И речь идет не только о нефти и газе, как некоторые думают. Речь идет о наших водных ресурсах, которые в мире истощаются, они тоже нужны. Речь идет о том, что в Арктике на сегодняшний день много неразработанных ресурсов. Примерно, как называют специалисты, около 1,3 всего мировых запасов природных ресурсов можно найти сейчас именно на дне непосредственно в Арктике. И, безусловно, это на сегодняшний день важный момент, который состоит. развал России и захват ресурсов. Вот какая ставится задача. Есть более менее глобального характера задачи, которые решаются в ходе санкций. И они, тем не менее, решаются. Это касается того, что, например, нашей конкуренции США в вопросах производства и продажи оружия. Потому что мы четко удерживаем второе место в мире. и где-то мы уже начали двигаться, так сказать, наступать в СССР на пятки. И санкции это, скажем так, не рыночная система выведения конкурента, в общем-то, выведения его из конкуренции, скажем так, ослабления его, так сказать, позиций в мире. есть еще один момент. Это, конечно, отрыв многих государств, ну, прежде всего, европейских государств, от России в экономическом плане. То есть, в любом случае, оторвать, чтобы не было вот этой вот связи. Дело в том, что они же все это тоже наблюдают, насколько уже полюбили русских в Европе, насколько бизнес настроился европейский на Россию, на россиян, на обслуживание. И понимают, что вот это экономические связи, они в конечном итоге приведут и к сращиванию политическим каким-то вопросом. И это тоже вызвало опасения. Поэтому разорвать, в первую очередь, экономически, но уже тогда и политические связи будут разрываться. Понимаете? И вот, и то есть, фактически, то, что говорил в свое время в общем, американские политологи по поводу того, чтобы превратить Россию абсолютно в азиатскую страну. То есть, Россия не должна быть европейской или там, вообще иметь отношение, так сказать, к западному миру каком-то образом, только чисто азиатская отсталая страна. Вот эта задача, она может быть не глобальная, первая все-таки, я говорю, захват ресурсов, но вот это попутные тоже задачи, которые поставлены решить, вот, сходить дистанционно. Юрий Анатольевич, а вы как видите, сколько в конфликте между, условно говоря, США и Россией, если все остальные полтана отбросить, сколько здесь рационального, материального, продуманного, а сколько здесь иррационального, эмоционального? Вот я должен доказать, что я главный, нет, я главный. Во-первых, давайте поймем, что мы немножко создаем такой миф о том, что есть конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Ну, а как же? Я вам приведу пример, на самом деле, у нас есть огромный конфликт с Европой, экономика которой, объединенная Европой, больше, чем в Соединенных Штатах. Так что, тут как бы, давайте четко соотносить. Второе, если мы внимательно посмотрим на факты, скажем, вот голосование в организации объединенных раций, то это фактически конфликт России с больше половины мира на сегодняшний день. Все голосования, это очень точно покойно. Ну, а куда им деваться этому миру? Все равно определяют все Соединенные Штаты. Вот это вот как раз принципиальный вопрос, и в этом, мне кажется, заключается глобальная ошибка. Понимаете, вместо того, чтобы пытаться действительно понять, что происходит, у нас появляется такое замечательное простое решение. У нас есть один враг, называется Соединенные Штаты, и во всем виноваты Соединенные Штаты. Ну, а разве это не так? Это, безусловно, не так в современном мире. Понимаете, если мы встаем на эту позицию, то мы сами себя загоняем абсолютно в тупик. Вот невозможно. В любых отношениях между любыми странами есть и проценты и рационального, и рационального, и эмоционального обязательно есть. Без этого не бывает. Понимаете, политика как бы тут вот эта так называемая реальная политика, которой немцы, нет реальной политики в чистом виде. Ну, в чем сейчас разумная составляющая в нашем конфликте с Западом? Ведь этот конфликт не вчера возник и не по нашей инициативе. Нет, по нашей. Давайте тут честно признаем, что конфликт начался в нашей истории с Крымом. А что надо было отдать Севастополь под американскую базу? Подождите, вот я сейчас не про это говорю. Я говорю о том, что спровоцировал этот конфликт. Понимаете? Майдан. Нет, не Майдан. Этот конфликт спровоцировал Крым. До Крыма не было конфликта. Мы могли спорить сколько угодно. Между прочим, Майдан мы проиграли именно за собственные глупости. Потому что, когда мы начинаем рассказывать, что там, ну, он бегал с печеньками, у меня всегда возникает вопрос, а Зурабов что делал? Почему он не бегал с печеньками и не занимался тем же самым? Это, кстати, очень хороший вопрос. Почему он этого не делал? Но вообще конфликт российской, американской олигархии, он существует? Конкуренция жесткая существует? О чем мы говорим? Понимаете, вот в Соединенных Штатах 70, пусть мне память сейчас не изменяет, 70% бюджета это совсем не олигархи. 70% американского бюджета это малые предприятия. В Европе где-то 50-60%. Понимаете, мы все время живем в каких-то мифологических системах в серединах прошлого века. У нас есть проблема в экономике, связанная с очень простой вещью. Это наша проблема. У нас нет реально рыночной экономики. У нас есть так называемый административный рынок. У нас большинство наших производств, оно не может работать в нормальных рыночных условиях. Я вам сдаю пример. Вот у нас бегут замечательные товарищи олигархи в большом количестве. Из них кто-нибудь создал хотя бы одно устойчивое производство не в нашей ситуации. Нету такого. Потому что они работают не по тем правилам. У них совершенно другая система. У нас последние данные 70% экономики это государственный производство. Второе напряжение, которое существует, оно реально существует. Я всегда говорю, возьмите выступление президента Путина и президента Обамы на 70-й юбилейной Ассамблее ООН. Оно безумно интересно, потому что люди идут под ним и тем же точкам. Помните, даже был разговор, что якобы Обама знал, о чем будет выступать Путин. Но оценка-то происходит с принципиально разных позиций. Понимаете? У нашего руководства, может быть, в нашем обществе есть одна оценка для нас. К сожалению, работает так называемая татистская система, что главная цель это государство. Сегодня в странах, так сказать, другой страны, там нету такого доминанта государства. Нету ее. Там другие доминанты. Я тут не буду спорить. Это конфликт очень серьезный, почему не могут найти. Если наши руководители поймут, что вот здесь есть конфликт, и будут искать здесь точки соприкосновения, тогда может быть задача решаемая. Но она решается с разных позиций. Людмила Федоровна, вот на днях прошла информация, эта информация была подхвачена целым рядом СМИ, сейчас это отрицается, что была дана директива всех детей и чиновников, всех семьи по возможности вывезти с Запада в Российскую Федерацию. Вообще, вот как считаете, насколько это соответствует действительности? Если это соответствует действительности, а судя по всему дыма без огня не бывает, то о каком уровне конфронтации это свидетельствует? Ну, я не могу сказать, что я владею этой информацией. Просто считаю, что вот наши чиновники, люди, которые считают себя элитой, но я не считаю, что они являются элитой, элита это лучший отбор, но они к этой категории не относятся. Это просто временщики, которые принимают политико-управленческие решения на определенном историческом времени и не всегда служат России. Вот если бы они служили России, их дети учились в российских школах, они бы знали все проблемы российского образования. Если бы их жены даже в Кремлевскую больницу ходили, они бы знали, какие проблемы в медицине. Если бы они сами ходили по улицам города, они бы знали, какие проблемы и даже ездили в лифтах, допустим, в шикарных вот этих таких бизнес-зданиях, и то ломаются лифты, и мы знаем, какие есть жертвы. Это результат того, что наши чиновники живут в собственном придуманном им мире и созданном для себя комфортных таких условиях. Россия и большинство граждан, людей чувствуют себя не совсем комфортно. И здесь необходимо провести вот эту параллель и понимание властью того, что ей будет некуда бежать, и счета будут заморожены, детям придется возвращаться в Россию. Поэтому здесь необходимо внутри своей страны возвращать те стандарты, которые были у нас прежде, и работать на новые стандарты. Это мы можем сделать сами. И здесь вот эта программа импортозамещения, у нас и кадры есть, и прекрасный молодой потенциал у нас есть, и есть возможности природные. Импортозамещение, управление. Да, но у нас нет менеджмента вот того, что вот той модели, которую мы разрушили, а новую мы не внедрили. И здесь вот как раз вот эта проблема существует. И то, что касается вот, еще раз хочу сказать, по демонизации образа России, это тоже целенаправленная такая проблема для того, чтобы вот, почему здесь совершенно правильно вот коллега сказал о том, что мы изучали речь и Путина, и изучали речь Обама. Но здесь два, две разных позиции, две разных ниши. Обама – это сверхдержава, и он говорит, как лидер сверхдержавы, который может навязывать свои стандарты, свои шаблоны и так далее, и весь мир должен по ним жить. Мы же загоняемся в нишу, в нишу государства, которую мы, эту нишу мы никогда не занимали и не займем, мы никогда не согласимся с этим. И даже если запустят вот этот маховик цветной революции и попытаются отнять у нас ресурсы с помощью вот этой цветной революции, мы все равно не согласимся с этой нишей, в которую нас загоняют. Поэтому мы не поняли и не всегда понимаем друг друга. Но здесь есть такой момент. Для того, чтобы вот американская политика, она очень прагматична. Хотя то, что сегодня делается на выборах, вот американских выборах, это вот знаете, я как человек, который всю жизнь занимается лидерством, могу констатировать, что лидеры и институт лидерства разрушен полностью. Самый заметный момент – это муха на лице у Клинтона. И муха раз, и то, что они обсуждают, сам контент. Но вы понимаете, настолько разрушили ценности. Традиционные ценности, то, что нас сближало. Вот я и хочу сказать, что здесь можно найти то, чтобы нас сближало. Не родитель один и родитель два и навязыванием нам всех видов девиации, с которыми мы должны почему-то соглашаться. А найти то, что нас, исходя из их прагматических интересов, что бы нас могло сближать. Юрий Николаевич, я не верю, честно говоря, в цветную революцию в России, в Майдан в России. Это абсолютно невозможно никаким образом. Но, тем не менее... Это еще попытка. Ну да, в 91-м году у нас был Майдан, но повторить его сейчас сложно. Вот верхушечный переворот я верю и даже очень охотно, к сожалению. Как вам кажется, если давление на Путина, на нашу элиту будет усиливаться, все-таки наша элита, она связана с Западом, у него там семьи, там счета, там все их ценности. Они видны, они не любят ни Китай, ни Советский Союз, они любят Америку. Это видно вот по массе наших управленцев. Не могут ли они на определенном этапе сдаться и заставить сдаться того же Путина, заставить сдаться страну? Не идет ли к этому? Мне трудно. Вот вопрос задан такой, несколько, конечно, фантастичный. Поскольку вы... А, по-моему, очень прагматичный. Что значит сдать? Сдаться капитулировать? Хорошо. Давайте рассмотрим структуру собственности нашего государства. 95% алюминиевой промышленности принадлежит Ротшильдам. Электронное машиностроение 95% принадлежит уже не нашим, так сказать, гражданам, если я вам сейчас начну по теории Глазева перечислять все наши отрасли, промышленности, кому они принадлежат, некому сдаваться. То есть выяснилось, что мы уже сдались. Нет, ну вы понимаете, что я имею в виду. Поступим со старшимися интересами. В бюджет. Да, в бюджет. Хорошо, согласен. Но сколько не идет в бюджет, а уходит, потому что контролируются эти вот... Нет, Юрий Николаевич, все-таки американцы любят, что мы подчинялись до конца, абсолютно тотально и во всем. Мы в чем-то себе позволяем вольности. Вот в части этих вольностей не можем ли мы сдаться? Действительно, уйти из Сирии, уйти из Украины, уйти из Крыма, поменять, извините уж, президента, для того, чтобы им тот больше нравился. Насколько вам такой сценарий кажется реалистичным под влиянием санкций? Вот здесь уже мы затронули много вопросов. Один из главных вопросов лидера нации, да, проецировать будущее страны для народа, что мы идем вот таким путем и народ следует за этим лидером. Допускаем ситуацию, допустим, вашу, что лидерство сменяется и где гарантия, что народ пойдет на проекцию вот этих новых лидеров. Во-первых, в этом нет убежденности, что народ пойдет. Но для этого есть, к сожалению, объективные основания, о которых уже говорилось. Разрыв между бедными и богатыми такой высокий, такой большой, что объективные основания ненависти между низами и верхами уже существуют. И вот тут вот, на основании этого противоречия возможны, конечно, различные варианты. Но, но, еще раз, я хочу повторить эту мысль. Совершенно необязательно, если верхи сдадут что-то, сказать, абсолютное, вся нация последует, так сказать, в том направлении, которое они используют. визы недостаточно организованы, разве что партизанской войны исти как в 18-м году, в 1812-м. Насчет самоорганизации, дорогие друзья, в условиях электронных технологий вы можете повести народ, так сказать, совершенно необязательно вывешивать какие-то лозунги. Это делается уже электронным путем, и эти все технологии тоже уже проработаны. И, действительно, объединение, еще раз подчеркиваю, этого не будет на телевидении, на радио. Это будет по электронным сетям, по компьютерам, по серверам, по вашим телефонам. Ну, мы надеемся, что до этого не дойдет, тем не менее, мы провели опрос у нас на сайте, как поведет себя российский правящий слой в условиях ужесточения санкций Запада. Имеется в виду реальное ужесточение. Обновит свой состав 16%, начнет работать на благо России 2%, сдаться западным партнерам 76%, уступит власть народу и его представителям 6%. Александр Николаевич, а вы как оцениваете результаты? И как поведет себя правящий слой? Я полагаю, что правящий сырой слой, который мы сейчас подразумеваем, он не является в каком-то мере самостоятельным слоем. То есть, это просто чиновники, которые просто очень добросовестно, ну, где-то, в смысле, добросовестно не выполняли свои обязанности, не это хотел сказать, да, а добросовестно, скажем так, выполняли те задачи, которые им ставили, по крайней мере, имитировали эту добросовестность. Вот. И на сегодняшний день у нас проблема, конечно, формирования нашего, так сказать, кадрового состава, управляющего, был не по принципу профессионал-непрофессионал, а по принципу свой-чужой. И вот то, что там все свои, понимаете, вот это, конечно, как бы создает, конечно, неблагоприятную на сегодняшний день обстановку для страны. И это есть понимание, я в этом уверен, и у высшего руководства страны. И в настоящее время, если вы заметили, начинается уже потихонечку борьба и со своими, не только, так сказать, на отдалении, но и со своими. Ну, она как бы так ярко не выражена, но, тем не менее, где-то какой-то свой уже попал под раздачу в качестве коррупционного дела. Другой свой просто слегка отстранен от власти аккуратно. Третий свой, скажем, просто-напросто отправлен в некую, так сказать, политическую ссылку и так далее, так далее. То есть, это идет. Но, понимаете, меня лично что беспокоит? Вот прежде всего, кажется, я еще являюсь, кажется, военным политологом, то, что до сих пор не поставлена одна из главных задач обеспечения национальной безопасности, это проведение эффективной государственной кадровой политики. Вот эту задачу пока как-то совсем громко никто не говорит и никто не заявляет. Ну, запретили, по крайней мере, счета иметь на Западе. Да, это как бы в рамках, скажем, противодействия коррупции, это я с вами согласен. Вот, как бы небольшой такой отрыв элиты от Запада, это я с вами тоже согласен. Но повысить подбор именно эффективных кадров, ведь поймите правильно, ведь дело в том, что наши руководящие органы сами официально и официальные лица несколько раз признавали неэффективность наших государственных управленцев. Юрий Николаевич, вот в свое время Ельцин, которого я лично не люблю, наверное, и другие тоже, когда стало совсем плохо, пригласил явно чужих Примакова и Маслюкова. Вот сейчас что-то такое возможно в критической ситуации или все равно будет та же команда, что бы ни происходило? Очень хороший пример, яркий, я бы сказал. Но если вы вспомните, то тогда, конечно, и дело и с внутренним долгом, и вообще как бы с внешнеэкономическим были чужие явно. была крайность, речь шла о выживаемости государства и, в принципе, его же строя, ну, в смысле, его, так сказать. Поэтому в той ситуации это было необходимо. А вот ответьте мне тогда на встречный вопрос. Приглашение Кириенко в качестве зама администрации не есть ли выстраивание новой политики в администрации президента? Наверное, есть новой, но только она к какой-то модернизации не имеет отношений. Вот я так думаю. Есть репутация Кириенко. Да, Людмила Федоровна, а вы что могли сказать про Кириенко? Это вообще является каким-то обновлением? Или это тоже человек из своей же команды? Ну, знаете, новых людей с новыми идеями нет, к сожалению. Вот приходят все те же старые кадры, которые, в принципе, имеют репутацию, не всегда такую светлую, может быть, несколько подмоченную. Вот, и они являются просто по принципу подбирают своих знакомых, известных, предсказуемых. И такого масштаба личностей, как Примаков, к сожалению, сейчас у нас нет. Юлия Анатольевич, ну, а тем не менее, вот конфронтация с Западом, она есть. От нее сейчас никуда не уйти. Вы верите в то, что наша элита, наш управленческий состав может попытаться как-то обновиться, как-то этой ситуацией воспользоваться? Ну, в любом случае, эта ситуация критическая. И надо как-то меняться, надо повышать свою эффективность, как бы ее не понимать. Надо повышать эффективность госуправления. Но мы ничего такого не видим, к сожалению. Моя коллега очень точно сказала, я тоже не считаю всех, кто управляет Россией, вообще-то элитой. Потому что, если вы посмотрите, это совсем не элита, но это отдельно... Элита, в кавычках, это политологический термин. Мы не считаем, что это лучше или умнее. По элите, это вообще не политологический термин, это пришлось из французской музыки. Ну, мы его так употребляем. Это, который занимает первые люди в силу своего достоинства. Есть так называемые вертикальные элиты, то, что у нас, те, кто себя считает элитой, потому что они наверху. Но это совершенно другие вещи. Я не хочу выйти в нем. Ну, правящий слой может обновиться? Нет. Вот в этом-то вся беда. Вот в этом-то вся беда, что сегодня правящий слой, он не потерпит никаких изменений, потому что для того, чтобы были изменения, ему надо отдать власть. И вот на это он не пойдет никогда. Вы можете сколько угодно говорить хала-халван, но надо понимать, что вот те, кто сегодня находится у власти, это определенная социальная группа. Это даже не политическая, это именно социальная группа. определенная, которая четко держит в своих руках рычаги управления и никому, никакие рычаги управления отдавать не собирается. Людмила Федоровна, ну а как лучше... Я даже прошу прощения, тут есть одна такая очень страшная вещь. У этих людей нету даже чувства самосохранения. Вот, к сожалению, Вот это все время настораживает. Как не стесня в этой ситуации патриотам левопатриотическим силам, вообще патриотам в широком смысле слова народу. Вот мы видим, что действительно ничего не меняется. Конфликт усугубляется, а при этом неэффективная система управления, остается. Повышается ее неэффективность? Да, может быть, даже и повышается неэффективность. Вы знаете, все-таки вот сама ситуация, в которой мы сегодня находимся, и те внешние угрозы дают возможность нам сегодня и власти вот инстинкт задействовать, инстинкт самосохранения. Потому что вот в России все, что происходит, все вот эти революции, смены режимов, это революционным путем, они связаны с тем, что власть всегда утрачивала вот этот вот такой инстинкт самосохранения. И она никогда не знала, что происходит внизу. Она не чувствовала под собой страну. Мне кажется, что сегодня все-таки наша власть, вот здесь коллега говорил о том, что, допустим, Путин может там, ну иносказательно, что может пойти. У Путина выхода нет. Путин будет оставаться до конца, и он является тем персонификатором режима и положительных, и отрицательных качеств, он будет оставаться до конца, он будет вести вот этот проект, который он ведет по созданию вот этой новой России. И, возможно, вот под Путина, как сегодня под Путина объединилась вот эта партия, которая практически, если бы не было фигуры Путина, она бы ни в коем случае и другого политехнологического потенциала, она никогда бы не получила вот это большинство. Вот у Путина нет возможности искать вот эти другие кадры на вот этом маленьком отрезке, но у него все-таки есть перспектива опереться на региональных управленцев, готовить новые кадры, обновлять эти кадры внутри своей страны и не дать возможности найти вот этот рычаг слома системы. Потому что слом системы с помощью революции, он всегда опасен и для тех, кто наверху, и опасен для тех, кто снизу. Пока такие перспективы не просматриваются. Время программы нашей подошло к концу, поэтому я задам всем один и тот же вопрос, прям в два предложения отвечать на него. Оксан Николаевич, что России делать, чтобы выставить под санкциями и не распасться? В первую очередь повышать эффективность своей государственной кадровой политики и второй момент, это все-таки развивать свою промышленность и свои технологии. Юрий Николаевич, двух словах. Я считаю, что основное, то, что нас может вывести без революции, это некая груз идеи, объединяющая все слои и самое главное, наверное, при реализации некой груз идеи, я пока не буду ее как бы выдвигать, называть ее, но необходимо обеспечить повышение уровня жизни низших слоев населения. 40% живет ниже черты бедности, хотя бы поднять уровень. Профессионализм и потенциал нашего народа. Юрий Анатольевич, надо менять систему управления государством, просто в корне менять. Потому что при этой системе никуда мы не выйдем. И вот все замечательные задачи, о которых говорят мои коллеги, они не решатся при такой системе управления. Они замечательные, они правильные, но они нельзя решать задачи негодными средствами. Ну, пожалуй, с этим можно и согласиться и на этом поставить точку. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok